Эта программа выходит при поддержке служения Крефла Доллара. Давайте послушаем сегодняшнее послание доктора Крефла Доллара. Настало время каждому христианину демонстрировать силу Божью. А вы знаете, что такое сила? Вот ее определение – способность получать результаты. Вот реальная сила. Сила – это способность получить работу. Сила – это способность оплатить все счета. Сила – это способность получить исцеление. Сила – это способность жить долго, оставаясь сильным. Сила – это способность получить освобождение. Это сила. Это сила. И вы сильные люди. Это значит, что вы получите результаты. Я говорю ко всем, кто меня слышит. Вы сильные люди. Вы увидите результаты в своей жизни. Сделайте то, что я вам сказал, а потом ищите работу. Сделайте то, что я вам сказал, а потом идите на обследование к врачу. Сделайте то, что я вам говорю, и вы будете ходить в силе. И знаете, что будет, когда в вашу жизнь придет сила? К вам придет и радость. Ваша жизнь будет наполнена радостью. И кое от чего вам придется отстраниться, потому что вы работаете, потому что вы приняли решение жить по принципам Царства. Вам незачем общаться с теми, кто будет мешать вашей работе. Я люблю тебя, я на тебя не сержусь. Просто мне необходимо, чтобы мы следующие два месяца с тобой не виделись, потому что я работаю по системе Царства Божьего. И согласно этой системе, я не могу позволить, чтобы выросли сорняки и заглушили мое семя. Пусть твое мнение останется твоим. Увидимся через несколько месяцев. А я работаю над тем, чтобы мое желание исполнилось. Хорошо, теперь рассмотрим 20 стих. Сейчас я поделюсь с вами жизненно важной истиной. Читаем 20 стих. «А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают Слово, и что принимают, и что приносят плод». Хорошо, смотрите. Посмотрите на этот процесс. Они делают что? Слушают Слово. А потом что? Принимают его. И потом приносят плод. Хорошо, вот что должно происходить с теми, кто действует по принципам Царства. Они должны услышать Слово или получить, а потом принять его. Вот где мы совершили ошибку. Потому что мы как-то, мы допустили ошибку. Мы услышали Слово, и потом не знаем, что с ним делать. И что оно на самом деле значит. Принятие Слова происходит примерно так. Практически, я знаю. Мне кажется, я знаю, как принимать Слово. Но как понять то, что оно на самом деле значит? Помните, на прошлой неделе я приводил вам пример. Мы говорили о разнице между зачатием и восприятием. Давайте поговорим об этом. Принять значит овладеть. Когда вы что-то принимаете, вы начинаете обладать. Владеть этим. Но как это относится к Божьему Слову? Давайте используем для примера слова из книги Исаии. «Ранами его вы исцелились». Хорошо. Принять это Слово в свое сердце значит больше, чем просто услышать. Мне нужно принять Слово. Значит, мне нужно взять прочитанное Слово и погрузить в свое сердце. Я должен обладать им. Теперь эти слова для меня звучат так. «Ранами его я исцелился». Я обладаю исцелением, благодаря тому, что сделал Иисус. Я обладаю исцелением. Теперь угадайте, что произойдет, если вы будете владеть этим Словом. Угадайте, что происходит, если вы продолжаете хранить внутри себя Писание. Если вы владеете местом Писания, ранами Иисуса вы исцелились, то вы принимаете его лично к себе. Вы говорите, «Я исцелен. Я владею исцелением». Я владею исцелением. Я владею исцелением. «Бог мой да восполнит все твои нужды по богатству своему в славе». Что значит иметь это местописание в своем сердце? У моих нужд есть восполнение, и я владею обеспечением свыше. Я нуждаюсь в том, чтобы Господь дал мне деньги. Я владею деньгами через сверхъестественное Божье обеспечение. Теперь подумайте, что происходит. Вы теперь живете, владея этим местом Писания. Вы владеете семенем. Это мое семя. Это семя моего исцеления и успеха. Я слышу это, Господь. Спасибо, Господь. Слушайте меня внимательно. Да, истинная правда. О, Господь. Мы говорили о том, что собирается сделать Бог. Мы постоянно говорим, «Бог меня исцелит». Я верю, что когда-нибудь я приму свое исцеление. Мы говорим, но не принимаем в свое сердце. Мы не берем это слово во владение. Послушайте внимательно. Бог уже все совершил. Повернитесь к своему соседу и скажите, «Бог уже все совершил». Послушайте, «Бог уже все сделал». Послушайте, «Бог уже все сделал». Мы пытаемся уговорить Бога что-то сделать, а Он уже все сделал. Послушайте, что я говорю в контексте нашей темы. Бог уже все совершил. Каким-то образом в своем разуме мы мыслим так, «Я постараюсь сделать все, чтобы Бог действовал в моей жизни». И это ошибка, которую мы делаем. Бог уже исцелил. Уже исцелил. Бог уже дал преуспевание. Все, что вы должны делать, это верить и говорить, «Я уже обладаю тем, что совершил и приобрел для меня Бог». Не думайте, «Я когда-нибудь исцелюсь» или «Однажды я исцелюсь». Нет. Я уже обладаю тем, что уже Бог совершил. Следовательно, мне не о чем говорить и не над чем размышлять, кроме того, что я уже исцелен. Я обладаю своим исцелением. Слава Богу! Вы понимаете, что произойдет с вашей жизнью, если вы будете приходить к Богу с пониманием, что Он совершил для вас, а не с попытками побудить Его что-то сделать. Он уже все совершил. Скажите, «Он уже все совершил». А вы подтвердите это. «Преуспевание». «Освобождение». «Он уже совершил». «Работа». «Он уже совершил». «Крепкий брак». «Он уже совершил». «Благословенные дети». «Он уже совершил». «Благословение». Видите, что происходит с вашей верой? Понимаете, пока вы будете ждать, а что же сделает Бог? Враг сможет прийти и повлиять на весь этот процесс, но он не сможет коснуться вас. Писание говорит, «Сия есть победа, победившая мир, вера наша». Бог уже сделал это. Он уже сделал это. Теперь смотрите. Факторы этого мира попытаются подтолкнуть вас к тому, чтобы вы сомневались в том, что Бог уже все сделал. «Я исцелен. Я принимаю исцеление. Я обладаю им сейчас». А враг говорит, «Ага, посмотри, как ты себя чувствуешь». «Забыл, что сказал врач?» «Посмотри на свои счета». В Царстве Божьем все основывается не на том, что вы видите. Не на том, что вы чувствуете. Основа вашей жизни – Слово Божье. «О, я чувствую себя исцеленным». Вы исцелены, потому что чувствуете? Нет. Я говорю, что я исцелен не потому, что я себя хорошо чувствую. Я исцелен, потому что Слово. В Библии есть семя, которое говорит, что исцеление уже принадлежит мне. Послушайте, кукурузы не надо создавать. Надо посеять семя, чтобы получить кукурузу. Если у меня есть семена, значит, у меня будет и кукуруза. Понимаете, о чем я говорю? Если у меня есть семена, у меня будет листовая капуста. Если у меня будут ее семена. Также у меня будут яблоки, если у меня будут семена. А что вы делаете с семенем, которое у вас есть? Поскольку у меня есть семя исцеления, мне надо взращивать его. У меня уже есть это семя. Я взращиваю его. Как я делаю это? Я принимаю это исцеление из того семени, которым я владею. И я ожидаю, что это семя прорастет и физически проявится в моей жизни. Итак, что происходит? После того, как вы приняли семя, овладели им, посадили его, происходит зачатие. Зачатие того, что вы приняли. Вы не можете забеременеть без семени. Мария задала вопрос. Как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ. Дух Святой найдет на тебя. Вы не можете забеременеть без семени. А ангел сказал ей в ответ. Дух Святой найдет на тебя. Иначе говоря, тебе будет дано семя. Если вы примите слово, это слово. Если вы примите слово, будете ли вы обладать этим словом? Овладеете ли вы этим словом? Помните, что сказала Мария? Да будет мне по слову твоему. И угадайте, что произошло. Когда она это сказала, она приняла семя. Потому что, когда вы говорите, когда вы провозглашаете, вы сеете семя. Когда вы говорите, вы сеете. 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 И сеете ли вы что-то хорошее или что-то плохое, зависит от вас самих. Когда вы говорите, вы сеете Когда вы говорите, вы сеете Когда вы говорите, вы сеете Вы постоянно говорите, не получается Именно это вы и посадили сейчас Именно это вы и посадили Вам надо следить за тем, что и как вы сеете Когда вы говорите, вы сеете Когда вы говорите, вы сеете Когда вы говорите, вы сеете Давайте я вернусь сюда Вы все слышали то, что я сказал? Вы поняли все это? Хорошо, давайте я вернусь. Мы движемся в определенном направлении, и мне надо быть уверенным, что я держусь курса. Двадцатый стих. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают Слово. Что происходит, когда вы слышите Слово? Как приходит вера? И слышание чего? Хорошо, когда вы слышите Божье Слово, вы принимаете Семя. Вы принимаете его, вы обладаете им. Вы не просто читаете его. Вы говорите о нем как о том, что принадлежит вам. Если вы не говорите о Слове как о своем семени, значит, вы не приняли его. Вы не приняли его. Если вы все время говорите о том, что Иисус сделал для всех остальных, вместо того, чтобы говорить о том, что Он сделал для вас, значит, вы не приняли Слово. Когда вы приняли Слово, вы говорите о нем в настоящем времени, не в будущем и не в прошлом. Вы целенаправленно звоните людям и говорите им, «Вы знаете, я исцелен». Что вы делаете? Вы сеете Семя. Вы приняли это Слово, и теперь вы взращиваете его. Раньше я всегда говорил, «Я миллионер». И один студент пришел брать интервью и сказал, «Я возьму интервью у всех миллионеров Колледж Парка». Это Семя еще не выросло, но я говорил эти слова так часто, что не только был убежден сам в своих словах, но и убедил в этом всех окружающих. Я услышал Слово, я принял его, и что произошло? Но появился плод, появился плод, Слово принесло плод. Но вам надо действовать. Надеюсь, я ясно дал это понять. Бог уже все совершил для нас. Ну, я помолился Господу дать мне работу, но Он почему-то не дал. Это потому, что вы просто не приняли работу, которую Он вам дал. Это система веры. Это система веры. Кто-то говорит, «Врач сказал, что я скоро умру». Ну, а я принял жизнь. Знаете, что это значит? «Я не умру, я буду жить». Это семя становится таким сильным и таким реальным внутри вас. Оно настолько начинает обладать вами, что в вашем сердце родится что-то святое. Вы должны настолько верить, чтобы в вашем сердце, образно говоря, было зачато то, во что вы верите. Проблема в том, что мы слышим Слово, но не принимаем его. В нас не происходит этого духовного зачатия, и мы не приносим плода. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Все зависит от того, как вы принимаете. Если вы принимаете его весь день, на 100%, если вы ничего не говорите, кроме того, что говорит Слово Божье, этого 100 крат. Этот принцип принятия работает, но для него требуется усердие. Теперь прочтем 26 стих. «И сказал, «Царствие Божье подобно тому». Он говорит это вам. «Царствие Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Давайте я вам быстро кое-что покажу. Евангелие от Матфея, 17 глава. «Царствие Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю». «Бросит семя в землю». Это закон Божьего Царства. Скажите вслух, вера – это закон Царства. А Слово Божье подобно Конституции Царства. Теперь рассмотрим 20 стих. Это история о мальчике, который был одержим бесом. Ученики пытались изгнать его, но не могли. И спросили Иисуса, почему же они не смогли изгнать беса. В 20 стихе Иисус сказал, «По неверию вашему». «По неверию вашему». Хорошо. Итак, Слово Божье должно быть вашим приоритетом. Второе. Убедитесь в том, что вы приняли его для себя. И третье. Вам нужно в него верить. Потому что неверие останавливает. Поэтому вам нужно в него верить. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. То есть, нужно верить Его Слову. Вам нужно верить. Это не может стать какой-то стратегией. Вам нужно просто верить Его Слову. Иисус сказал, «Вы не могли изгнать беса из-за вашего неверия». Да, Господь. Вы не могли изгнать его по неверию вашему. А потом Он добавил, «Если...» Там были другие условия. «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно...» Смотрите. Если у вас будет вера как зерно, то есть, как семя, вера, подобная семени, — это Слово Божье. Когда у вас есть семя веры, оно называется Словом Божьим. Потому что Слово Божье — это вера в форме семени. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете, «Посмотрите на это. У меня есть Слово Божье. Вера в виде семени. И я сажаю Слово Божье. Я говорю его. У меня есть Слово Божье. Вера в форме семени. И я сажаю Слово Божье. Я его говорю». И Иисус продолжил. «И скажете Горесии, перейдя отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Видите, что сказал Иисус? Что Он хотел сказать? Иисус сказал, «Вы не используете силу слов, которые у вас есть. И в этом эпизоде Он указал на реальную гору. А откуда вы знаете, что гора была реальной?» Спросит кто-то. Если Он не показывал на реальную гору здесь, тогда у нас была бы проблема. Так как в 11 главе Евангелия от Марка очевидно, что Иисус показывал на реальную смоковницу. «И Он сказал, «Отныне, да не вкушает никто от тебя плода вовек». Ученики услышали, что Он это сказал. После этого прошло всего 24 часа, и это исполнилось. Вам нужно понять то, что Я хочу до вас донести. Нам была дана благодать. И сила жить на земле подобна тому, как жил Иисус. А Иисус жил на земле с привилегией видеть физические проявления своей веры уже через 24 часа. Почему? Потому что Он верил во все, что Он говорил. Через 24 часа, они, возвращаясь, увидели, что смоковница засохла до корня. И ученики спросили у Иисуса, «Как ты это сделал?» А Он ответил, «У меня есть вера Божья. Если человек не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по слову Его, будет ему, что не скажет». Как вы думаете, какова будет реакция людей из мира, если они увидят церковь, где люди имеют то, о чем говорят? Где никто не печален, потому что мы знаем, что и имеем то, что говорим. Но чтобы это иметь, вначале нам нужно семя веры. В этом эпизоде Иисус обращался к реальной смоковнице, а затем Он обращался к реальной горе. Если кто скажет «Горисей», вот что Он имел в виду, «Я показал вам силу слов над смоковницей». Вы не знаете, что имеете. Если вы скажете этой горе «Сдвинься» и не усомнитесь в сердце своем, сбудется по словам вашим. Если Я сделаю как надо, Я смогу передвинуть гору Стоун, переместить ее из Дикатура в Колледж Парк. Как, по-вашему, она вообще туда попала? Бог хочет показать нам потрясающую силу слов, а мы не слушаем его. Сама земля начала существовать благодаря произнесенным словам Бога. Вначале было слово. Все пришло в существование по причине слов. Все стало существовать благодаря словам. И Бог дал вам власть использовать его слова. А вы даже не понимаете, чем обладаете, имея данную вам Богом власть. Использовать его слова вы ее не используете, а позволяете, чтобы над вами доминировали слова сатаны. И они скажут, «У вас есть семя веры, когда вы говорите, вы насаждаете». Вера – это семя, когда вы говорите, вы насаждаете. У вас есть семя веры, когда вы говорите, вы насаждаете. И когда вы говорите, вы насаждаете. Вера – это семя. Я исцелен. Когда вы говорите, вы насаждаете. Вера как семя. Когда вы говорите, вы насаждаете. Когда вы говорите, вы насаждаете. Вы можете проявить свою изобретательность, сказав, «Я верю, что скоро приму свою работу. Кто-то даст мне ее и окажет мне благорасположение». Где тут ошибка? Я показал вам пример неправильного исповедания. Кто-то в будущем времени даст мне работу. И когда я ее получу в будущем времени, все в будущем времени. Хотя нужно говорить в настоящем, что у меня уже есть работа, и я ее принимаю. И знаете, что тогда произойдет? Кто-то подойдет к вам и скажет, «Господь проговорил мне взять вас на работу». Бог опишет вас им, если надо. На прошлом занятии мы говорили о Джоне Джи Лейке. Он уехал из Америки без денег. Но Бог говорил каждому, сколько денег они должны дать Джону. Ему надо было столько-то денег, чтобы добраться до станции. Он получил эти деньги. Была одна женщина, американка, которая подошла к нему, когда он приехал в Южную Африку. Ее звали Мисс Гуденав. И она подошла к Джону, которому негде было остановиться, у которого не было ни денег, ни чего-то другого. Она рассказывала, как подходила к некоторым людям и спрашивала, «Кто вы?» «У вас есть это, а это?» «Нет, кто вы?» «У вас есть это?» «Нет, вы не тот человек». Затем она подошла к нему. Он говорит, «Да, я проповедник, и у меня столько-то детей». Тогда она сказала, «Господь сказал мне, что я встречу проповедника, у которого столько-то детей, так что у меня есть для вас дом». Затем подошел другой человек и дал ему денег. Видите, Бог всегда заботится о вас. Если вы примете то, что Он сказал о ваших заботах, вот как действуют принципы Царства Божьего. Мир не понимает этого. Мир высмеивает это и насмехается над этим. Он ждет, когда вы потерпите поражение. Но когда вы становитесь посвященным действиям Царства Божьего, Господь о вас позаботится и о полевых лилиях. А разве они больше вас? Вы поставлены немного ниже, чем Бог. И при этом вы думаете, что Он будет заботиться о птицах и лилиях, но игнорировать вас? Он просто ждет, когда вы поверите и примете то, что Он уже совершил. Так что говорите. Я буду говорить это всем. Спасибо Богу за Его обеспечение. У меня есть работа. Аллилуйя. Провозглашайте Слово Божие. Сейте его. Говорите. Сейте. Говорите. Сейте. Некоторые возразят. О, но я чувствую по-другому. Это не имеет никакого отношения к делу. Да, но мне еще никто не позвонил. Это тоже не имеет никакого отношения к делу. Каждое ваше действие. Каждое ваше действие и каждое слово, которое вы говорите, должно быть основано на том, что сказал Бог, а не на том, что вы видите или чувствуете. И даже если кто-то скажет, а я слышал, что движение веры прекратилось. Вы неправильно слышали. Очень многие из нас добились успеха в жизни благодаря вере. А потом мы не используем веру, как будто больше в ней не нуждаемся, и говорим, ну, я это уже слышал. Вера приходит не от того, что вы слышали. Вам стоит услышать это еще раз. Вы услышали то, что я сейчас говорю? Я стараюсь доказать вам, что вам не нужна новая проповедь каждое воскресенье. Вам нужно молиться о том, чтобы мы с Таффи остановились на одной проповеди, по крайней мере, два-три месяца, чтобы у вас было время ее усвоить. Слово Божие плодоносно. Оно наполнено откровениями. Вы рассматриваете место Писания на этой неделе, и что-то получаете из него. Смотрите на другое, и получаете что-то еще. А затем Господь говорит к вам, когда вы проводите в Слове Божьем достаточное количество времени, то затем Бог начинает говорить с вами в ответ. И вот тогда вы готовы действовать. Послушайте, я хочу что-то вам сейчас сказать. О, слава Богу! Я не могу придерживаться конспекта, хотя пытаюсь, но послушайте меня. Это самая большая ошибка, которую делают христиане. Я знал, что с этим что-то не так, но не мог сказать, что именно, потому что не знал, как это выразить. Но кто-то из вас слышал такое? Ну, если Бог сделал это для него, то сделает и для меня. Это не совсем так. Проблема вот в чем. Ведь тот человек, у которого есть результаты, получил Слово от Бога. И он стал свидетельствовать о том, что он сделал в результате Слова, полученного от Бога. А вы услышали свидетельство, стали делать то, что делал тот парень, но при этом вы ничего не получили от Бога. Вы получили это от того парня и пытаетесь действовать по инструкции, данным ему, согласно Слову Рэма, которую получил он, вместо того, чтобы самому проводить время в Слове Божьем и самому получить свое Рэма. Рэма — это устное, высказанное лично вам Слово от Бога. Таким образом, духовный прорыв приходит не просто от существования Слова Божьего. Он приходит только, когда вы сами получаете Слово от Бога. Послушайте, не нужно путать интеллектуализм с верой, чтобы вы стали сверхинтеллектуальным в Слове Божьем. Изучайте Слово, это хорошо. Вкладывайте его в свой разум, понимайте его, потому что это подготовка и путь к тому, чтобы получить от Бога Слово Рэма. Без пребывания в Слове Божьем вы не получите Слово от Бога. Понимаете, вам нужно получить Слово от Бога, чтобы оно принесло вам духовный прорыв. Потому что, когда я принимаю его, я обладаю им. И что происходит? Я провожу время в Слове, я размышляю над ним, я говорю его. Я в Слове, я размышляю над ним. Вы знаете, когда произойдет духовное зачатие? Так же было и с Марией. Это случилось, когда пришло Слово от Господа. В Библии нет ни одного человека, получившего духовный прорыв без принятия Слова от Бога. Например, Ной услышал Слово от Бога. Но ведь у них не было Библии. Возразит кто-то. Однако он получил личное Слово от Господа. И когда он послушался и поступил согласно этому Слову, он получил духовный прорыв. Размышляйте о Слове Господа день и ночь. Почему? Потому что Бог хочет говорить с вами конкретно и индивидуально о вашей ситуации. Он реально существующий живой Бог. Изменить мир – непростая задача. Но все возможно с помощью любви и добрых дел. Благодаря вам мы распространяем благою весть Иисуса Христа по всему миру. Спасибо, что продолжаете хранить веру.